Эрнст Молдашев Курганное поле, высокая могила, студенькинмар Это уже моя 23 экспедиция по всему миру И вот получилось так, что обезья весь мир, остров Пасхи, Тибет, три гималайские экспедиции Монголия, остров Крит, Мальта, где только мы не были по всему миру Вот получилось так, что мы в прошлом году взглянули на родную Башкирию, где мы живем И вот, значит, я из Уфы И вот, вы знаете, и мы сделали вот такой очень интересный расчет Дело в том, что в нашей группе экспедиционной есть такой гениальный математик Шамиль Цыганов И вот вместе с ним мы рассчитали любопытную схему Дело в том, что высота священной горы Кайлас на Тибете, вокруг которого находится легендарный город богов 6666 метров И вот оказалось, что от горы Кайлас до монумента Стоунхенч в Англии 6666 километров От монумента Стоунхенч до центра Бермудского треугольника тоже 6666 километров От центра Бермудского треугольника до острова Пасхи 6666 километров От Пасхи до Южного полюса 6666 километров И все это повторяется От Пирамиды Хеопса до нашего Северного полюса 6666 километров Более того, от священной горы Кайлас до Северного полюса тоже 6666 километров И вот мы сделали такой треугольник Пирамида Хеопса в Египте, гора Кайлас на Тибете, Северный полюс И прочертили по нему бисектрису И разделили ее на три части Вот эти три части дали две точки Одна из этих точек попадает на новую землю в Ледовитом океане То место, где по легендам, да еще и до сих пор видят людей некое племя, сиртя Которое уходит под землю и потом появляется А вторая точка вывела на юг Башкирии и на Оренбургскую область Понимаете, и весьма любопытно И вот в прошлом году мы приехали на юг Башкирии Баймакский район Я начал спрашивать у местных жителей, существуют ли здесь курганы Курган, это представляет собой такое в виде круга Насыпанные камни или земля с воронкой в центре И по поверьям, как алтайцев, так и монгол, а также аборигенов острова Пасхи считается, что появляются они следующим образом Под землей раздается гул, люди чувствуют вот этот гул и тряска земли Потом выбивает фонтан, каменный или земляной фонтан Образуется отверстие земли, обычно где-то около одного метра И вот этот фонтан каменный или земляной образует такой круг Обычно где-то 50 метров в диаметре и воронка метра 3-4 уходит вглубь И оттуда из-под земли вылетает существо, которое во всем мире называют птицей-человек Абсолютно одинаково Весь остров Пасхи поклоняется некому птице-человеку Этому энергетическому существу с красными огненными глазами, как они говорят Монголы поклоняются птице-человеку, алтайцы поклоняются птице-человеку И особенно монголы и алтайцы боятся так называемой свадьбы курганов Что такое свадьба курганов? Дело в том, что этот птица-человек, который вылетел из-под земли Он через какое-то время уходит обратно И засасывает эти камни или земли, образует пробку Если вот встать в воронку кургана и потопать, раздается звук Бум-бум-бум-бум По той причине, что там пустота Там уходит проход в подземный мир, в который все свято верят Если трогать курган, особенно трогать эту пробку Где люди очень часто хоронят людей, потому что это знаковое место То если раскапывают это место, то может появиться курганы, где не попадет Они как бы наказывают Например, на Алтай есть деревня Кулада Кулада переводится как деревня птицы-людей Вот такая вещь И там очень много свежих курганов Которые давность, примерно 5 лет, 3 года Вот такие они, только-только образовывались И люди видели, как это все происходило Вот современные люди видели И вот они боятся Они даже стреляли по археологам, по грабителям Значит, которые лишним не подходи к курганам По той причине, они говорят Если птица-человек рассердится Будет свадьба курганов То есть образуется раз-раз-раз много курганов И от нашей деревни ничего не останется Вот, говорят, вот там была деревня Вот там образовалась свадьба курганов И никого не осталось Все, легло Нельзя беспокоить святыню Подземный мир – это святыня Это Шамбала Там живут лучшие из лучших людей Там великие законы чистой души А мы грязные Мы живем в мире денежной шизофрении И там подобное, там подобное У башкир не сохранились такие легенды Что-то они слышали про птицы-людей Ну, не очень И вот здесь Вот эта зона Выходит и на Оренбуржье По статистике в Оренбуржье Находится 50 курганов То есть их больше, чем где-либо То есть это зона Как бы вот если с нашей точки зрения подходить Это зона Где наш наземный мир Соединяется с подземным миром Это самые натуральные курганы Это самые такие нормальные курганы Вот в эти курганы Как и везде Древние люди закапывали Хоронили своих лучших воинов И все прочее Причем, как явствует из монгольских легенд Монголы – это мононация Мононация всегда сохраняет лучшие легенды И вот монголы говорят Что хоронить можно Хоронить можно по той причине Что духи подземного мира Помогут вознестись Душе умершего человека И обрести на том свете Лучшую участь Попасть в рай И тому подобное И более того Все нации Они кладут какие-либо украшения Стрелы И все прочее Золотые изделия И тому подобное И вот здесь В Оренбурге И в Башкирии Были найдены Золотые изделия Вот эти золотые изделия Они меня очень, честно говоря Поразили Этими золотыми изделиями Изображены Какие-то необычные существа Фантастические существа Какие-то фантастические То ли звери То ли птицы И вот тут Я посмотрев На все эти украшения Которые были найдены Здесь В Оренбурге Я провел аналогию Прежде всего С петроглифами На камнях Это росписи На камнях Острова Пасля Они абсолютно такие же Я провел аналогии То, что Как считается Рисовали Индейцы Мапучи В Чили Они точно такие же Я провел аналогии С Непалом Где входы в подземный мир В самате пещеры Где сидят люди В состоянии самоконсервации И представляет собой Генофон человечества Вот Там они такие же И еще я провел аналогии С Сирией В Сирии Мы нашли одно любопытное место Которое называется Айндара Это около Алеппо Где сейчас идет Жуткая война Это было до войны И вот там нам сказали Что есть след гиганта Там говорят Есть такая Какая-то площадь Довольно большая Которая как бы Залито бетоном И на ней отпечатаны Огромные следы И вот мы поехали туда Сделали туда экспедицию И на самом деле Нашли эти следы След точно 90 сантиметров Причем это явно И отпечатать На каком-то Что-то типа бетона Но такой плотный Мягкий Это какой-то Абсолютно необычный материал Там этот гигант стоял Это не Врубали Отнюдь нет Этот гигант стоял Потом шагнул Еще один шаг И сделал прыжок Прыжок был 11 метров И вот мы рассчитали Будучи медиками Будучи врачами Мы рассчитали Какого же он был роста Рост оказался 10 метров Вес его 3,5 тонны У местных жителей Там тоже мононация Мы спросили Как откуда А рядом видели колодец Вот он вылетает оттуда Этот гигант Иногда Гигант вылетает Они его иногда видят Вылетает в виде Такого шара Бестелесного Потом материализуется Вот так объясняют Сирийцы Эти следы существуют на его Как же так получается Что он может Материализовываться Дематериализовываться Так И вот Значит А эти говорят Помогают духи А что за духи Вы посмотрите на них В этом же месте Находятся статуэтки Из базальта Красивого Такого Темно-синего Базальта Вот разного размера Они В которых Вырезаны Они сделаны Вот В виде каких-то Необычных Существ То ли животных То ли все Прочее Эти существа Точно такие же Как в золоте Которое находят Археологи Ариенбуржи Что же это за существа Вы знаете Вот я По ходу экспедиции Совершенно Стал верить В существование Бестелесного мира То есть Это У нас просто Нет того зрения Чтобы мы могли Видеть Бестелесный мир Тот мир Где тело Энергетическое И оно может Материзовываться Дематеризовываться Вот как вампиры В фильмах Знаете Вот все Примерно так И вот Только появление Цифровых камер Стало позволять Обнаруживать Бестелесный мир Блюдочный фотоаппарат Не берет Наши глаза Не берут Йоги Конечно Гималайские йоги Вот они видят Бестелесный мир Они с ним общаются Еще более того А вот цифровая камера Все время видит Вот Это Но камера Видит в виде Вот таких Вот шаров Вы наверное Сами тоже видели Вот если В сакральные места Войти Вот например Вот я входил В лабиринт Минотавра Этот лабиринт Минотавра Мы там прошли Очень большое расстояние Там остались Ели и живы И вот Цифровые камеры Мы даже для контроля Фотографируем Атакуют Эти шары Или нет Шары Они разного размера Чаще всего Вот такой вот Размер Шара Они начинают Когда тебя атаковать То ты чувствуешь Энергетическое влияние И очень тяжело И они показывают Дальше идти нельзя Дорогой Ну-ка давай отсюда Их очень много Эти шаров Внутри пирамид Египта Их очень много В подземельях Острова Пасхи Их очень много В подземельях Острова Мальта Об острове Крит Я уже говорил Ну везде Все сакральные места Там Они защищаются Вот этим Бестелесным миром И вот Эти шары Когда у нас Тысячи фотографий Этих шаров Они представляют С собой Как бы вот Три круга Вписанных Друг в друга В центре крест То есть Это как живые существа И вот Этихималайский йог Сказал мне Когда видят Человека Это существо Оно превращается В шар А вот Когда он Спокоен Он выглядит В виде Фантастического Животного И у меня Такое ощущение Что вот Эти древние люди Древние То ли кипчаки То ли кто В этих краях Кто хоронили Своих воинов Или кого Вот В этих могилах С целью того Чтобы чистый Душевно чистый Подземный мир Дал ему Лучшую участь На том свете Эти люди Вполне возможно Могли видеть Возможно В древности Было зрение Как у йогов Они могли видеть Этот бестелесный мир И именно его Они изображали На золотых изделиях И изображали И клали К умершему человеку Чтобы эти духи Подземного мира Эти бестелесные существа Которые с помощью Птица человека Вылетают Из подземного мира Может быть Они приняли бы Этого человека В прекрасный Подземный мир Который во всех Легендах Всего мира Называется Шамбалой И вот Мне думается Вот эти исследования Нужно вести Но с чистой душой Вот мы сегодня Посмотрели Много курганов Грабители Везде и всюду Грабители Они Видят По космическим снимкам Где курган Знают Что там может быть Захоронено золото Приезжают туда С трактором Тем более Здесь не каменные курганы А земляные И роют Стараясь найти И не дай бог Если эти грабители Будут очень активничать Не дай бог Где-либо появится Свадьба курганов И какое-либо поселение Будет просто снесено На нет Да и археологам Надо Все время идти С чистой душой Но археология Но археология Это такой народ Который в принципе Очень любит Любит свое дело А если Любовь есть Подземный мир Вот эти бестелесные существа Бестелесные духи Они его прочувствуют И скажут Молодцы Работайте Во имя знаний